Так, доклад, как Ярослав Горгиевич, объявил уже басно-динамическое взаимодействие. О чем идет речь? Я позволю сегодняшку вернуться назад. Я выступаю на этом конгрессе в четвертый раз, правда, на последнем я не был. Что такое басно-динамическое взаимодействие? Это проверка гипотезы о том, что в природе, помимо четырех известных взаимодействий гравитационного, электромагнитного, сильного слабого, существует другое взаимодействие, которое определяет многие природные процессы, в том числе вихревые процессы. В предыдущих докладах я представил эксперименты, проводившиеся в вакуумной камере, где вращались диски. Диски взаимодействовали друг с другом, воздействие расположено рядом тела. Причем необходимым условием этого взаимодействия было наличие квадрупольного момента вращающего тела. Если тело было сбалансировано максимально точно, никаких эффектов не наблюдалось в пределах точности эксперимента. К примеру, допустим, величина взаимодействия воздействия вращающего диска на расположенный рядом экран. Диск вращался со скоростью порядка 10 тысяч оборотов в минуту, его масса была 50 граммов. Он создавал воздействие на расположенный рядом экран 2,5 ньютона, то есть 250 граммов. То есть усилие было достаточно значительное. Тут возникали вопросы на предыдущих конференциях, то, что это возможно гравимагнитное воздействие, которое исходит из общей теории относительности. Но хочу сказать сразу, что эти величины замерены, они примерно на более чем на 20 порядков превышают гравимагнитные эффекты. В данном докладе я перехожу немножко к другой части. Опять-таки массодинамическое взаимодействие, но только уже при наличии жидких светов. Если до этого были эксперименты, где создавался глубокий вакуум, причем последний эксперимент проводил я вместе с Иваном, у него в Академгородке, мы зашли в 10 минут в шестую и доказали, что остаточная воздушная среда никакого влияния на процесс возникновения этого взаимодействия не оказывает. Но здесь же, наоборот, уходим немножко в другую область. От вакуума, наоборот, к сжатому воздуху. Итак, эффекты с вихревой трубой. Ну, в природе известно достаточно большое количество таких сильных ярко проявляющих эффектов, допустим, сперч, торнадо, которые приносят огромные разрушения, и природа их до конца не ясна. Если, правда, подпитки энергии еще понятны, этой среды, то какие силы вызывают такие гигантские разрушения при проявлении торнадо, не совсем понятно. Эксперименты с вихревой трубой, как представлено на этом докладе. Рисунок и вихревая труба. Она модернизирована, модифицирована, точнее. Обычно вихревая труба имеет улиточный или, как в данном случае, трагициональный вход, где происходит закручивание в воздушном потоке, он идет по камере расширения и разделяется при этом на один поток, который выходит от горячей, и в противоположную сторону это двухпоточная труба, противоточная, холодный воздух. Эффект сам по себе длительное время вызывает огромное количество дискуссий. Когда ранг его впервые установил в 1937 году, французский академик, отказаясь признавать, объявили фальсификацию, что этого быть не может никогда. И только когда после войны немец Хилш, грубо говоря, ткнул всех лицом, когда невозможно это исключить, когда с приборами замеряется, что эффект существует, эффект признали. Хотя до сих пор, как шутят сами специалисты по вихревому эффекту, не существует лозунг каждому городу по теории вихревого эффекта. Объяснений до сих пор нет. Но у меня же были эксперименты связаны не с энергетическим разделением потока на холодный и горячий, а с силовыми эффектами, которые здесь наблюдаются. Так, мышка исчезла, хотел показывать. То есть в вихревую трубу была вставлена ось. Вот она на двух подшипниках консольном. При включении запуске вихревой трубы эта ось приходила во вращение. Причем я сейчас об этом остановлюсь. Во вращение, противоположное вращению воздуха. Вот здесь на следующем плакате представлена вот эта схема, то, что у нас вращение. Какие частоты вращения? При давлениях порядка 6 атмосфер частота вращения часто превышала 10 тысяч оборотов в минуту. То есть огромная скорость, причем навстречу воздуху. То есть она противоположна. То есть преодолевая силу возникающего трения воздуха. То есть встречное вращение большое. Причем эта зависимость была примерно одинаковая по характеристикам для разных диаметров установленных осей. В данном случае представлен график для оси оси сердечника диаметра 6 мм. Хочу сказать сразу, возвращаясь, что диаметр расширительной камеры здесь 10 мм, длина 76 мм. Вот то, что здесь показано. Дополнительное устройство. Это диск, на котором была метка установлена. Измерение частотного вращения производилось воспользованием лазерного тахометра. Вот это устройство было предназначено для того, чтобы исключить вибрации. Дело в том, что в процессе вращения этого стерня, он помимо этого всего вращения, очень сильно вибрировал. И поэтому для того, чтобы снять эти сигналы, необходимо было такое устройство. Что еще происходило? В момент того, как стержень начинал вращаться, возникал низкочастотный гол. Сама труба работает на высоких частотах. В данном случае порядка 18-20 кГц. То есть в область ультразвука уходила. Возникали низкочастотные колебания. К чему это приводило? Приводило к неженому эффекту. Вот стержень, который был диаметром 4 мм, был установлен на двух подшипных консоль. После некоторых нескольких минут работы он затачивался. То есть образец изгибался в процессе вращения и терся об стенку. При этом, хочу сказать сразу, когда если пытался этот стержень согнуть, то есть, кстати, привлечь, он необратимо изгибался. То есть пластический. Здесь же в процессе вращения он оставался применением после прекращения процесса вращения. И в то же время был контакт. То есть он приобретал очень сильный, динамический S-образный изгиб. Но после прекращения вращения он оставался прямо линейным. Это вот образцы диаметром 4 мм, а это 5,6. Они, в общем-то, заточились немного, но блестящие пояски видны. Почему немного? А то, что стержни очень быстро ломались. То есть силы возникали очень большие. Как мы видим, стержень остался прямолинейным, а хвостовик отломился. Причем характер излома типичный для диска, для малоцикловой усталости. То есть достаточно большие зоны начала разрушения и затем долом стернистой сердцевиной. То есть силы, которые возникали здесь, были очень большие. Реально я сам сломать его руками не мог. В процессе вращения это приводит к излому. Причем вот этот эффект, о котором я сейчас говорю, вихревики с ним сталкивались достаточно давно. Там один из элементов вихревой трубы. Вот здесь развихритель стоит. У меня, правда, не нарисован. Чаще всего он делался в виде перекрещущих крестовин. Так вот, эти крестовины часто ломались. Это было неожиданностью. А поскольку, допустим, эксперименты, которые исследователи проводились в Кубинском авиационном институте, тогда еще профессором Меркуловым, там здесь хорошие аэродинамики, гидродинамики, пытались их привлекать, они говорят, ну не может воздух это сделать, сломать эти крестовины. Это металл просто-напросто. Поэтому этот эффект до сих пор непонятный. Так, хочу, правда, сказать еще, что эффект возникновения вращения стержня вихревой трубы зависит впервые не мною, а Ленинградском Финько. Статья о поликоне в журнале технической физики. И с тех пор на нее никаких ссылок, как называемых, серьезных изданий нет, поскольку объяснить это никак невозможно. Теперь о механизме возбуждения вращения стержня вихревой трубы. Хочу сказать сразу, что я очень много лет занимался обработкой материала воздействием импульсных магнитных полей, то есть переменных магнитных полей. И вот эта картина, которую я обнаружил с точки зрения возникновения вращения, отталкивания и тому подобное, она очень похожа, хотя имеет совсем другую природу. Здесь нет магнитного взаимодействия. В тех экспериментах, которых я докладывал ранее на Конгрессе, задавались вопросы о возникновении магнитных полей и тому подобное. Все эти исследования проводились, никаких магнитных полей, электростатических полей не возникает. Здесь представлена картина возникновения, возбуждения тоже. То есть, о чем я хочу сказать речь. Это в предыдущих докладах также было сказано. То, что нестационарно вращающее тело, в данном случае газ, возбуждает в окружающем пространстве то, что называем массодинамическое поле переменное. Оно проникает в скинслой на некоторую глубину и воздействует на механические моменты атомов, которые ориентируются по линиям индукции этого поля. В результате возникает взаимодействие, которое в данном случае приводит к вращению тела. И тут аналогия переменной магнитных полей. Это из предыдущих экспериментов, которые делались ранее. В вакуумной камере. То есть диск, здесь не показано, что на самом деле он установлен с небольшим перекосом. Для того, чтобы был перемен на какой-то момент над диском, в стороне от него на некотором расстоянии устанавливались легкие вращающиеся диски, крутильные маятники. Так вот, эти маятники, эксперименты, которые проводились в вакууме, маятники приходили во вращение. Причем направление вращения определялось вот этой такой закономерностью. То есть, относительно линий индукции этого поля вращение не изменялось. Куда бы маятник не переносили. Менялось на какое направление, будем говорить, вращение от попутного на противоположное, зависит от того, где оно расположено. Над плоскостью диска или вдали от него. Такие же эксперименты проводились при перемещении этого крутильного маятника вдоль, будем говорить, радиуса, ну да, вдоль радиуса центральной зоны. Величина закрутки зависела от расположения этого маятника. Вблизи оси закрутка отсутствовала. Максимальное значение достигала она при находлении маятника, примерно на периферии низкая. И постепенно при дальнейшем удалении закрутка уменьшалась. То есть, картина, будем говорить, соответствовала тому, что где максимальная плотность силовых линий индукции, там максимальное силовое воздействие. То есть, аналогия с магнитным полем, с переменным магнитным полем. Теперь о механизме возникновения мастер-демического взаимодействия. Как я уже сказал, если диск сбалансирован, то есть, никакого перекоса нет, в пределах точности эксперимента никаких силовых эффектов не наблюдалось. Для того, чтобы эффект возник, необходим был перекос. То есть, когда маятник, то есть, маятник диска в процессе вращения имел переменный квадратный полемомент. В этом случае и проявляются эффекты, связанные с поведением, с поведением, правильно сказать-то, с особенностью взаимодействия механических моментов атомов, слагающих материалов всего, кристаллической решеткой. Причем, хочу сказать сразу, что эти эффекты взаимодействия, но только не для механических моментов, а для магнитных моментов и кристаллической решеткой, они известны. Это эффект Барната и противоположный мой эффект Эйдштейн-де-Хаза. Здесь, только в данном случае, магнитный момент у материала отсутствует. Это принципиально не феромагнитные материалы. Это алюминиевый сплав, магниевый сплав, бумага, картон, пластики. Причем, хочу сказать сразу, что эффект не зависел от вида материала принципиально, то есть, количественная, конечно, зависимость есть, в большей степени зависел от частоты вращения, нежели от массы диска. Так в данном случае, при вращении перекошенного диска, то есть, диска имеющая переменная дисбаланс, наши механические моменты атомов, которые можно рассматривать как гироскопы, они прецессируют относительно направлений, связанных кристаллической. И это приводит к тому, что, подобно как в эффекте Барната, возникает в этом случае магнитное поле небольшое, здесь же возникает массодинамическое поле. И это массодинамическое поле взаимодействует с расположенными рядами телами, как мы здесь говорили, и вызывает их вращение и отталкивание, о чем я же говорил. Это я бегом пробежал, что получилось, да, Иосиф Григорьевич? Очень хорошо. Спасибо. То есть, заключение очень коротко. В основе силовых эффектов массодинамического взаимодействия лежит возбуждение прецессии механических моментов атомов материала. Почему именно прецессии? Потому что из анализа, если просто поляризация атомов, то это должна была бы остаточной быть, ну, слухая, намагниченность. Она на самом деле ее нет. То есть, она существует только в процессе вращения. И почему это возникает в вихревой трубе? Имеет место спиральное движение газопотока. Оно можно рассматривать подобно тому, как у нас вращается перекошенный диск. Здесь за счет спирали тот же самый процесс, физически подобный. Это приводит, возбуждает переменное массодинамическое поле, и возникают эффекты, которые были представлены в этом докладе. Во-первых, спасибо за доклад, конечно. Ваш доклад всегда очень интересен, но прежде всего потому, что он касается эксперимента. Вещь для наших аналов довольно редкая. Во-вторых, он касается вещей, которые, по-видимому, связаны с вращательным движением. Во-вторых, вообще вращательное движение, видимо, очень плохо описано. Ему недостаточно уделяется времени в науке. Ну, видимо, прямолинейное ньютоновское движение как-то подавило, под себя подвело. Значит, я думаю, конечно, может быть, мы сегодня сделаем, посвятим этому наш... Ну, после... у нас будет дополнительное время после докладов обсуждению. Значит, те, кто хочет обсудить этот вопрос, я предлагаю задержаться после всех докладов. Здесь же просто хочу сказать, что мы находимся на пороге совершенно нового взгляда на то, что главное и что не главное в вещах окружающих нас. Ну, и прежде всего в полях электродинамическое поле, которое всегда как бы было... Ну, не всегда, а последние там пару столетий было вроде бы главным, оно, по-видимому, далеко не является главным. По-видимому, главным является... Ну, я называю его термодинамическое поле. По-видимому, это некая связь с гравитационным полем. Вот я думаю, эти все вещи мы попробуем обсудить сегодня вечером на вот этом... Большое спасибо еще раз. Спасибо, Аш, хочу сказать, если кого-то интересует, в Ютьюбе полно этих видеосъемок, которые я демонстрировал на предыдущих конгрессах. Можно посмотреть, ну и в материалах конгресса. Будьте рады!